Ваххабиты говорят, когда их спрашивают про убеждения, сразу, что они на убеждении имама Ахмада, рахматуллаху алейхи, это является ложью. Имам Ахмад, рахматуллаху, никогда не говорил, что у Всевышнего Аллаха есть облик человеческий, что Аллах состоит из плоти и крови. Эти вещи имам Ахмад никогда не говорил, в отличие ваххабитов сегодняшних. А чего же убеждение на самом деле это было? Это было убеждение мукатиль ибн Сулеймана, который был муджасимом. Это он говорил, что Всевышний Аллах ва лахмун ва дамун ва ла гусурату ка суратил инсан, говорил он. Он из плоти и крови, его облик, облик человека, говорил мукатиль ибн Сулейман. И он был одним из заблудших. И это было убеждение карамитов, которые, по мнению ахлю суна, большинство вышли вообще за религию ислам, с аливера особниками из-за своих убеждений. Так почему же они приписывают себя к имаму Ахмаду? Потому что есть книги, целые книги, приписанные на имама Ахмада, которые являются ложью. Есть цитаты, приписанные на имама Ахмада, которые являются ложью. Также в его мазгабе была распространена отчасти группа муджасима. И сегодняшние ваххабиты, давая отсылку на тех муджасимов, себя чувствуют комфортно. И плюс к этому ибн Таймия также себя считал хамбалитов. А ваххабиты сегодняшние, ибн Таймию, читают как величайшего муджаида. Можно сказать, сегодня же они приняли полностью мазгабе ибн Таймия. Поэтому им комфортно приписывать себя мазгабе имама Ахмада. Но являются ли они в агиде имама Ахмада? Конечно нет. Они не являются на агиде имама Ахмада, и имам Ахмад чист от убеждений сегодняшних маххабитов.